В эфире План Города в студии Антон Ганин. Январь традиционно является месяцем, когда после праздничной суеты можно спокойно подвести итоги прошедшего года. Каким он сложился для компании Столицы Нижней, расскажет заместитель директора по продажам стратегии развития бизнеса Борис Замский. Борис Львович, добрый день. С каким настроением смотрите в новый 2019 год? Это был вполне успешный год. Для компании он был юбилейный. Компания Столицы Нижней в 2018 году исполнилась 15 лет. И мы отметили его рекордным вводом жилья на территории Нижнего Новгорода. Ну а в следующий год смотрим с оптимизмом. У нас много планов, над которыми мы работаем. Каких результатов еще удалось добиться в 2018 году? Прежде всего нужно сказать о том, что мы ввели в эксплуатацию 13 домов. Это большой объем жилья. Более трех тысяч квартир получили своих новоселов. И что важно отметить, это квартиры в разных жилых комплексах, разного класса, разных по территории. Мы завершили строительство полностью жилого комплекса «Аквамарин» в 2018 году. Введя в эксплуатацию четыре дома первой линии, мы ввели в эксплуатацию три жилых дома в жилом комплексе «Цветы». И что может быть самое приятное для нас, мы начали вводить дома в наших новых проектах в жилом комплексе «Новая Кузнячих» в самом масштабном нашем микрорайоне. Мы ввели в эксплуатацию три первых дома, первый квартал микрорайона. И мы завершили строительство дома на свободе, который преобразил центральную площадь города. О том, каким был год для всего строительного рынка Нижнего Новгорода в целом, мы расскажем в нашем следующем материале. Группа компаний «Столица Нижняя» – это один из явных лидеров рынка строительства, недвижимости и управления жильем. Мы очень рады, гильдия, сотрудничать с таким прекрасным застройщиком, который всегда выполнял, выполняет и, я уверена, будет выполнять свои обязательства. Год отмечаем как очень активно на рынке недвижимости и строительства. Да, в этом году гильдия провела ряд несколько значимых мероприятий для застройщиков, агентств недвижимости, банков, оценочных компаний. Это первые помощи Конгресс рынка недвижимости «Золотая пора». Вот сейчас финальная выставка недвижимости, которая вызвала просто, я считаю, бум покупательского спроса. Потому что здесь именно те клиенты, которым надо сегодня и сейчас решить жилищный вопрос. Здесь нет зрителей, здесь все консультируются серьезно, ищут себе застройщика, ищут себе банк, ищут программу. И нужен риэлтор для того, чтобы что-то продать, что-то купить. Как оценивает работу девелопера «Столицы Нижней» профессиональное сообщество? Профессиональное сообщество периодически проводит различные конкурсы, мероприятия, на которых отмечают наиболее профессиональные проекты, отмечают лучших игроков рынка. И мы не обижены профессиональным сообществом. На всех конкурсах, которые проводят, были отмечены и наши застройщики, и наш менеджмент, и наш проект. Это и конкурс «Застройщик года», конкурс «Золотой ключ». Наш руководитель «Застройщик Стартстрой» Андрей Валентинович Поваляев стал человеком года по номинации журнала «Деловой квартал». Всегда было интересно, что происходит с домом после его сдачи. Как «Застройщик», на вашем примере, взаимодействует с жителями? Мы не бросаем жителей в тех микрорайонах, которые мы сдаем. Хотя юридически в этих микрорайонах мы не присутствуем. Но как авторы, как застройщики, как творцы этой жилой среды, мы взаимодействуем с инициативными группами жителей. Проводим различные мероприятия, которые становятся традицией. Это детские праздники, это новогодние елки. Кстати, 22 декабря как раз прошла елка в жилом комплексе «Аквамарин». Продолжение следует... Борис Львович, с 2018 годом разобрались. Мы много до этого встречались и разговаривали на эту тему. Чего ждать от вашей компании в 2019 году? Насколько планы амбициозные? Мы продолжаем, во-первых, работу над теми проектами, которые активно вели в 2018 году. Прежде всего, это жилой комплекс «Новая кузнечиха», который сейчас очень активно строится. На разных стадиях строительства, помимо уже введенных трех домов, находятся еще девять. И в следующем году мы планируем начать строительство еще нескольких домов. То есть это очень активно развивающаяся территория, наверное, самая активно развивающаяся на сегодняшний день в Нижнем Новгороде. И мы будем работать над тем, чтобы все больше новоселов появлялось на этой территории. И будем работать над самим продуктом, чтобы он становился привлекательным для будущих покупателей. То есть соответствовал их ожиданиям растущим, соответствовал их требованиям. Мы в плане свойств самих квартир и в плане качества подготовки самой территории, между домовой, дворовой и так далее. Мы продолжаем строительство жилого комплекса «Симфония Нижнего». Это объект бизнес-класса в центре города на центральной площади. Можно сказать, площади Горького в квартале улицы Горького и улицы Ильинской. Этот проект в декабре, можно сказать, показался из-за забора. То есть он уже виден нижегородцам, он будет расти. Стоит ли ждать совсем новых проектов? Надеюсь, что да. Мы не останавливаемся на достигнутом, на занятых нами позициях в центре города. В следующем году мы планируем начать продажи и строительство еще одного объекта. Он получил название «Жилой комплекс «Лайнер» и будет располагаться на улице Барминска, недалеко от площади Лядова». Что это будет? Элитное жилье или какой класс? Это будет класс, я бы назвал это комфорт, плюс и целевой аудитории будут мобильные, молодые, среднего возраста, нижегородцы, которые бы хотели получить доступное жилье в центре города. По расположению это центр, а в плане характеристик жилья, его доступности, это объект, отличный в сторону доступности от бизнес-класса и элитного жилья. И мы рассчитываем, что наконец-то в следующем году мы удивим нижегородцев, анонсированными ранее проектами в заречной части города. Борис Львович, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Это была программа «План города». В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова